Издательство Эксмо Харуки Мураками Мужчины без женщин Влюбленный Замза Проснувшись однажды утром, после беспокойного сна, он обнаружил, что у себя в постели превратился в Грегора Замзу. Лежа на взничной кровати, он глядел в потолок. Глаза не сразу привыкли к нехватке света. Потолок казался обычным, повседневным, такой найдется где угодно. Некогда его выкрасили в белый, хотя, возможно, и в бледно-кремовый. Пыль и грязь копились, однако, годами, и теперь он больше напоминал цвет скисшего молока. Никакого орнамента, взглядом не попадались никакие его черты. Он ничем не противоречил, ничего не сообщал, выполнял свою структурную функцию и не притязал ни на что большее. В одной стене комнаты было высокое окно, слева, но штору с него сняли и через всю раму заколотили изнутри толстыми досками. Между ними оставили горизонтальную щель шириной в несколько сантиметров. Намеренно или нет, оставалось неясным. Лучи утреннего солнца проникали внутрь и отбрасывали на пол ряд ярких параллельных линий. Зачем окно так основательно забаррикадировали? Чтобы никто не забрался? Или никто, вроде него, не выбрался? Или надвигается сильная буря или смерч? По-прежнему, лежа на спине, он, слегка вращая шеей, глазами осмотрел всю остальную комнату. Никакой мебели не увидел, помимо кровати, на которой лежал сам. Ни комода, ни письменного стола, ни кресла. На стенах ни единой картины, часов или зеркала. Не было даже светильников. Да и на полу ни ковра, ни дорожки. Лишь голое дерево. Стены оклеены обоями со сложным узором, но старыми и выцветшими, поэтому в слабом свете почти невозможно разглядеть, что это за узор. Справа от него располагалась дверь, в стене напротив окна. Латунная ручка местами поцарапалась. Похоже, эта комната некогда служила обычной спальней. Однако теперь ее лишили всех признаков человеческой жизни. Посреди комнаты осталась только эта одинокая кровать. И на ней не было белья. Ни простыней, ни покрывала, ни подушки. Лишь голый, потрепанный матрас. Замза понятия не имел, где он и что ему следует делать. С трудом осознал лишь одно. Теперь он человек по имени Грегор Замза. А это он откуда знает? Быть может, кто-то ему нашептал об этом на ухо, пока он спал. Но кем же он был, прежде чем стать Грегором Замзой? Чем он был? Впрочем, стоило ему задуматься над этим вопросом, как сознание потускнело, а в голове зароилось нечто вроде черного столба мошкары. Столб становился все толще и гуще, подкрадываясь к участку его мозга помягче, непрерывно жужжа. Замза бросил эту затею. Глубокие мысли оказались для него в ту минуту не по сильным бременям. Так или иначе, теперь ему предстояло научиться двигаться. Нельзя же вечно лежать, пялясь в потолок. В такой позе он слишком беззащитен. Нападут на него враги, да хоть те же хищные птицы. И шансов выжить никаких. Для начала он решил пошевелить пальцами. Их было десять, длинных, приделанных к концам рук. Каждый оборудован сколькими-то суставами, и управлять ими оказалось совсем непросто. К тому же все тело его онемело, словно его погрузили в липкую плотную жидкость, поэтому передать усилия конечностям тоже оказалось трудно. Тем не менее, закрыв глаза и сосредоточившись, после нескольких неудачных попыток он вскоре смог свободно шевелить пальцами. Пусть не сразу, но разобрался, как действовать ими вместе. Когда заработали кончики пальцев, онемелость, окутавшая все его тело, отступила. На смену ей, как темный и зловещий риф, оголенный отливом, пришла мучительная боль. Не сразу Замза осознал, что боль — это голод. Такое ненасытное желание пищи было ему вновь, или же он, по крайней мере, не помнил, что нечто подобное переживал. Он как будто ничего не ел целую неделю. Словно вся сердцевина его тела обратилась в полую пещеру. Поскрипывали кости, сжимались мышцы, тут и там судорожно подергивались внутренние органы. Не в силах больше терпеть эту боль, Замза оперся локтями на матрас и мало-помалу приподнялся. При этом несколько раз глухо и ужасающе треснул позвоночник. «Вот так-так», — подумал Замза, — «сколько же я здесь эдак пролежал!» Каждая частица его тела громко протестовала против любой попытки подняться и вообще хоть как-то сменить позу. Но он, собрав воедино все свои силы, тянулся, превозмогая боль, пока ему, наконец, не удалось сесть. Замза смятенно оглядел своё ногое тело, а что не было видно, ощупал руками. Какое же оно неуклюжее! К тому же полностью беззащитное! Гладкая белая кожа, покрытая неубедительным количеством волос, и сквозь неё видны хрупкие синеватые кровеносные сосуды, мягкий незащищённый живот, нелепые гениталии невозможной формы, тощие длинные руки и ноги — всего по две штуки, ломкая тощая шея, громадная уродливая голова с путаницей жёстких волос на макушке, два абсурдных уха, торчащие по бокам, как пар морских ракушек. И вот это вот действительно он? Способно ли такое несообразное тело, которое так легко уничтожить, никакого защитного панциря, никакого наступательного вооружения, выжить в этом мире? Ну почему он не превратился в рыбу? Или в подсолнух? В рыбе или в подсолнухе есть смысл. Больше смысла, во всяком случае, чем в этом человеке по имени Грегор Замза, иначе на это никак не посмотреть. И всё же, собравшись с духом, он спустил ноги за край кровати, пока подошвы его не коснулись пола. От внезапного холода голого дерева он ахнул. Первые болезненные попытки подняться закончились неудачей, но затем, несколько раз ушибшись, он изловчился встать на ноги. Замза стоял, весь больной и измученный, одной рукой вцепившись в раму кровати. Однако очень быстро голова его необычайно потяжелела, и поддерживать её стало трудно. Подмышками вспотело, а гениталии съёжились от напряжения. Он несколько раз глубоко вздохнул, нужно было расслабить скованное тело. Раз он привык стоять, теперь следовало научиться ходить. На двух ногах перемещаться было пыткой. Каждое движение вызывало боль. С какой стороны ни посмотри, а двигать правой и левой ногами, одной за другой, занятием было причудливым. Это попирало все законы природы. От опасного расстояния между глазами и полом он весь в страхе сжимался. Пытался понять, как связаны движения бёдер и коленных суставов. На первых порах координировать эти движения было очень сложно. При всяком его шаге вперёд, колени тряслись от боязни упасть, и ему приходилось обеими руками держаться за стену. Но он знал, что навеки остаться в этой комнате не сможет. Если не найдёт нужной пищи, и быстро при том, его изголодавшийся живот пожрёт его собственную плоть, уничтожит её. Он доковылял до двери, всё время цепляясь за стену. Казалось, путешествие это заняло много часов, хотя он не знал, чем и как измерять время. Но как бы то ни было, очень долго, об этом ему ни на миг не давало забыть вся эта боль. Движения его были неловки, шаг неуверенным. Ему постоянно требовалась опора. Со стороны, хоть и с большой натяжкой, его могли бы принять за инвалида. Однако, несмотря на неудобства, с каждым новым шагом он всё лучше понимал, как работают его суставы и мышцы. Он схватился за дверную ручку и подтянул. Дверь не поддалась. Толкнул. То же самое. Затем он повернул ручку вправо и потянул. Дверь с лёгким скрипом приоткрылась. Она оказалась не заперта. Замза высунул голову в щели и выглянул. В коридоре никого. Там было тихо, как на дне океана. Он просунул в щель левую ногу, подался телом вперёд, не отрывая одной руки от косяка, и подтянул следом правую ногу. Потихоньку заковылял босиком по коридору, держась руками за стены. В коридор выходило четыре двери, считая и ту, которую он только что открыл. Все похожи друг на друга, из того же тёмного дерева. Что или кто есть за ними? Ему хотелось их открыть и выяснить это. Быть может, тогда он хоть как-то начнёт понимать непостижимые обстоятельства, в которых оказался. Или хотя бы сможет отыскать какую-то нить к их разгадке. Тем не менее, мимо каждой он проходил, стараясь как можно меньше шуметь. Его любопытство превозмогало нужда чем-то набить желудок. Ему следовало как можно скорее заполнить чем-то существенным зловещую полость, что разверзлась в его теле. И он теперь знал, где отыскать это существенное. «Просто иди на запах», подумал он, принюхиваясь. Пахло приготовленной едой. Крохотные частички этого аромата неслись к нему по воздуху и неистово врезались в слизистую оболочку носа, что мгновенно передавалось мозгу. И от них вспыхнуло такое яркое предвкушение, такая яростная тяга, что желудок скрутило, словно его пытал опытный инквизитор. Рот затопило слюной. Чтобы достигнуть источника запаха, однако, ему придется спуститься по лестнице. Ему и по ровному-то полу было трудно перемещаться. А преодолеть эти семнадцать ступенек совсем кошмар. Обеими руками Замза схватился за перила и приступил к спуску. Худые лодыжки готовы были подломиться под его тяжестью, и он несколько раз чуть было не покатился кубарем вниз. А когда всякий раз изгибал тело, чтобы не упасть, все кости и мышцы у него стонали от боли. О чем же думал Замза, с таким трудом спускаясь по лестнице? — Главным образом о рыбе и подсолнухах. — Превратись я в рыбу или в подсолнух, — думал он, — жил бы себе спокойно, а не мучился бы вот так вот на ступеньках. Какое отношение ко мне имеет подобное беспредельно опасное занятие, да еще и в таком неестественном виде. Полная бессмыслица. Субтитры создавал DimaTorzok